Праздники для выходных Итак, посмотрите, хотя хочется смотреть на сапор, такая красота Ну вот там, где проезжая часть Чугунная мостовая Очень важная кронштадтская достопримечательность Обязательно потом подойдите и сделайте фото И такие мостовые в Кронштадте появились в 19 веке Управляющий пароходным заводом вдохновился увиденным им в Нью-Йорке и Бостоне такими мостовыми Привез фрагмент и здесь стали вот так мастить улицы Сюда к якорной площади шла мостовая протяженностью 3 километра Прочное покрытие выдерживало тяжелую технику Красивая Служила такая мостовая здесь 80 лет, могла бы больше Если бы не Великая Отечественная В войну вот эти чугунные шашки пошли на изготовление мин Поэтому вот эта часть мостовой площади посоздана я Еще увидим маленький фрагмент на Пеньковом мосту, где эти чугунные шашки 19 века сохранились Отца понятной площади сложился в начале 20 века Когда в 1913 году был достроен освящен морской собор Когда открыли памятник лица адмиралу Макарову Был открыт и вот тот Макаровский мостик Видите, великолепный, такой пешеходный Чудный уголок старого штата А вот Мемориал Братская могила Это уже советское время Здесь захоронение Там 400 человек похоронено, моряков Которые погибли в борьбе за дело революции Надгробие выполнили уже в 70-е годы 20 века Зажгли вечный огонь Его перенесли сюда с Марсового поля в Петербург Вот так, первый в нашей стране отлично Есть ведь событие в Кронштадте Кронштадтский мятеж Это 1921 год Когда моряки сражались против советской власти В Кронштадте пока нет памятника тем морякам Но он заложен Вот вправо от собора, там в скверике Есть вот это место, которое обозначено И там будет будущим памятник В этом как раз 2021 году Юбилей вот этого события в Кронштадте Кронштадтский мятеж В марте 1921 года Очень многие погибли Многие, более 2000 человек были расстреляны По беговору эволюционного трибунала Часть ушла война в Финляндию Реабилитированы моряки были в 90-е годы Морской собор на Яковской площади Потрясающая красота Главная достопримечательность Кронштадта Это, конечно, было не только место молитвы Это был храм-памятник всем когда-либо погибшим морякам И место хранения морских лиц В Кронштадте было принято решение построить храм Такой красоты, который бы своим обликом Символизировал бы роль Кронштадта Как колыбели российского моря И морской собор будет построен В основном на деньги моряков От жалований моряков в течение 10 лет Отчисляли 1,25% на строительство храма Конечно, были благотворители И царская семья выделяла даже личные средства Но все равно настоящий морской собор Построен на средства моряков Строился по проекту Василия Косякова Русского архитектора И в основе планировки здесь Святая София Византийский храм 6 века н.э. Василий Косяков специально совершал поездку в Турцию Чтобы увидеть этот храм Здесь многое на тему моря, флота В убранстве собора, в его декоре Мы это видим и сейчас на куполе Якоря, спасательные круги Крест, список, штурвал корабля Внутри собора на стенах были помещены Мраморные доски черного цвета С именами моряков, которые отдали свою жизнь В морских сражениях Были перечислены имена офицеров На погибших Начиная с 1696 года И до 1912 И были оставлены пустые места На этих досках для имен новых героев Морской собор был достроен И священ, стал действующим храмом В 1913 году Тогда же, в том же году На площади открыли памятник Адмиралу Макарову Открыли Макаровский мостик Морской собор был действующим В 1929 году был закрыт К счастью, не был уничтожен Как большинство кронштадтских храмов Здание сохранили И решили его использовать Как кинотеатр Кинотеатр имени Максима Бойкова Называли Максим Вот так долгие годы Кинотеатр, морской клуб Концертный зал Утрачено было практически все Внутри появился зал кинотеатра Навесной каталог Места для зрителей Даже почему-то были утрачены Вот эти мраморные доски Семинарные Охранились эти реалисты Вот все, что вы увидите внутри Практически все было Воссоздано Уже в нашей жизни Когда приняли наконец решение О передаче храма церкви Здесь ведь с 80-х годов действовал музей Филиал Центрального военно-морского музея Кроштадская крепость Музей здесь наверное тоже одновременно Будет в будущем Вот там на На Ярусе Всего За 4 года Представьте Столетие собора Когда приняли решение о передаче храма церкви Должно быть уже через 4 года Восстановили все утраченное братство В 2013 году И сейчас все это можно увидеть Потрясающая внутри красота Все это вас безусловно поразит Действующий православный храм Настоящий Морской сад Памятник адмиралу Макарову Давайте подойдем Попишет Памятник адмиралу Макарову В тот же год 2013 год освящения Морского собора На площади открывают памятник лица адмиралу Макарову Выдающегося человеку Который в начале Отсадывания Был предстояние Интернатором города Там, например, даже вот этот стоковый обраг Сейчас там, видите, ображный факт Каждый факт Вызначают Выташены деревья И это памятник садьевись Памятник адмиралу Макарову Обраг стал усыпаться Для укрепления грунта Это было сделано Был устроен Такой праздник Древа насаждения Давайте Степан Озимович Макаров Действительно выдающийся человек Ученый Изобретатель Герой Русско-японской войны Когда началась Русско-японская война Адмирала Макарова Назначили командующим Тихоокеанской эскадры И Из Кронштадта Он ушел на Дальний Восток А вот уже вернуться ему Кронштадт Было не суждено Адмирал Макаров погиб На Домилосце Петропавловск Подорвавшись На Японской дни И все, что нашли На месте гибели Адмирала Это его походное пальто В котором Изображает Адмирала Скольтер Шервер Макаров На краю скалы Видите К ней подбирается Морская волна Она похожа на Японского дракона Выбиты слова На постаменте Помни войну И Бронзовые брельефы На постаменте Нам расскажут О славных делах Адмирала И о его гибели Сталин Зеевич Макаров Еще будучи Лейтенантом В русско-турецкую войну Это 1870-е годы Первый в мире Произвел атаку Миноносными Торпедными катерами И положил Таким образом Начало созданию Торпедного оружия Об этом Первый барельеф Вот если сбоку Против часовой стрелки Сейчас пойдете Посмотрите Дальше Макаров Был инициатором Освоения Северного морского пути И он выдвинул Идею Здравительства Ледокола Ермак Этот мощный Арктический ледокол Был построен Под руководством Макарова Макаров Участник Двух арктических Эспидиций Участник Двух кругосветных Плаваний Ученый У него Много научных Трудов На военно-морскую Тематику Он исследовал Тактику Броненосного флота Исследовал Проблемы Непотопляемости Корабля Следующий Брельеф С той стороны Напротив Ледокол Ермак В полярных Льдах То что Место это любят Гости Кронштадта Увидите По натертому На стул Носу Мишки Полярного Ну и вот Следующий Брельеф Гибель Броненосца Петропавловс В честь Адмирала Макарова В Кронштадте Названа улица Вы видели Одна из Красивейших Городов Макаровский Мостик Вот этот Пешеходный 1913 года Вмечательная Красота Тоже Макаровский На Якорной Площади Есть Памятник Еще одному Выдающемуся Адмиралу Федору Федоровичу Ушакову Посмотрите Вот на Морской Собор И слева Видите В скверике Памятник Вон он Подойдете туда Памятник Ушакову Современный 2015 года Создание Почему Памятник Прославленному Адмиралу Здесь В Кронштадте Ведь главную Победу Он совершил Своей Не на Балтике Да потому Что он Здесь На Балтике Начинал Свою Военную Карьеру И Здесь Принял Командование Своим Первым Кораблем Федор Федорович Ушаков Был Причислен Русской Православной Церковью Клика Святых Так Прежде чем Сейчас вас Отпущу Все мы Увидели Куда Следует Подойти Осмотреть Памятник Макарову Обязательно Обойти Вокруг Побывать На Макаровском Мостике Если Кому-то Захочется Можете Вот видите Вот так Если двигаться Вдоль Докового Аврага Вот туда Вперед Дальше За мост Но там Вы можете Дойти До Докового Бассейна Увидеть Его Тоже Очень Впечатляюще По той Второй Вот по этой Второй По этому Берегу Туда Вперед Бассейн Значит Посетить Морской Собор И Погулять На территории Кронштадтского Адмиралтейства Там Часть Петровского Дока Вот именно Та Где стояли На ремонте Корабли Вот так Вот Заглянуть Тоже Интересно И Аллея Героев Флота Так Сейчас 12.31 У вас 45 минут 13.15 В автобусе На храм 45 минут Да вы что Обычно 30 даем Иногда 25 45 минут Все время Пошло Это я просто Перечислила Много Вариантов Это не значит Что вы должны Везде Взбегать 45 минуточек Гуляем И в автобусе Ну давайте Дам вам 50 Мать Мать 50 50 Все Довали Ну Хорошо 20 минут Давайте Все Значит 13 Все Давайте 13-20 50 минут Угу Угу Ух ты 12-20 12-20 Побода Хорошая Гуляйте Супайтесь Пойдем Тяжелая 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 Видишь Какие Матери Цепят Специальные Морские Не вот так Сделано А именно Вот так Заваленные Все Смотрели Ухо Ухо Нос Сильнее Затертый Тем Ухо Ты Ты Че Да Мишка Обязательно Нос Затертый Чего Я Догоню Затертый